Но если посмотреть внимательно, я, например, сегодня четко уловил нотки отчаяния у него, потому что это очень созвучно с тем, что мы видим в территории. Его главная ошибка была, он же как думал? Ну вот был Плохотнюк, тот дурак был, он неправильно диктатуру сделал, а я вот хитрую сделаю диктатуру. Я вот поставлю правительство технокрадов и спрячусь за ним, и я буду дергать за веревочки. У вас оговорка по Фрейду случайно вышла? Технокрадов? Технокрады и технократцы это разные вещи. Технокрады, да, чтобы было понятно всем. Я спрячусь за этим правительством, буду дергать за веревочки, а если что, свалю на них вину, так как делает Путин в России. Но у нас народ-то более информированный, и у нас все-таки республика парламентарная. Страна маленькая, и его самая главная ошибка была, что все с первого же дня поняли, что это не правительство Кику. Уже очень бледные фигуры там собрались. Все понимают, что это правительство Додона. И что ты берешь не только дергать за веревочки и кушать шашлыки с демократами, когда ты хочешь, но и берешь на себя ответственность за повышение цен на транспорт, за повышение цен на солярку абсолютно необоснованную, за повышение всех цен. И вот сейчас он, когда он понял, что за все это надо нести ответственность, а не только дергать за веревочки, а впереди осталось 8 месяцев до выборов, и надо будет платить, и вся оппозиция, вне зависимости, какие взаимоотношения внутри, все равно главный враг это Додон, он понимает, что ему это грозит. Он отчаянно ищет эти деньги. Обещано было много. Ответственность будет нести он, а не правительство Кику. И он сейчас вот это металлфероз, потому что это действительно, я вспоминаю, как очень правильно и грамотно в парламенте господин Батрынчо объяснял, что государство не всегда плохой собственник. Мы это видели в Аэромолдове, что мы видели это с аэропортом, мы видели это в Ту-Тун-Чи-Ти-Че. Есть много примеров в других странах, где государство хороший собственник. И сегодня это было диссонансом. Звучало то, что говорил Додон. А если еще сравнить с коммунизмом, про который говорил Кику, так там вообще уже полный диссонанс конъюнктивный у них везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова